Привет, ребята, друзья! С вами Беренгей. Я сделал недавно мастерскую на своем балконе. Хотя и до этого у меня была мастерская около 15 лет. Ну, произошел инцидент, где у меня разлилась вода на пол. У меня было двухслойный линолеум. Два слоя линолеум положил, очень старый и древний. И линолеум лежал на старых деревянных дверях еще Советского Союза. Наверное, этим дверям было 50 лет. Я не очень-очень тяжелые, дубовые, прочные. Туда проникла вода, и на следующий день стало вонять носками. И я решил, блин, эта вонь, наверное, будет всю жизнь. И она будет дальше хуже и хуже вонять. Я решил сделать новую мастерскую по такому же плавному чертежу, потому что если делать новый чертеж, это будет очень долго заморачиваться с новыми чертежами и разметками. Деревянный пол я убрал и застелил жидкий пол. Этот делал не я, знакомый строитель. Называется, так и называется жидкий пол, что ли. Просто выливается цемент с водой и там такая лужица жидкая, и она застывает очень-очень долго. Ну, в зависимости от жары. На тот период застывало около двух недель, как раз была холода у меня на районе. Может быть, это и к лучшему, то, что у меня случайно разлилась вода. Почему она разлилась, я потом расскажу, почему она разлилась у меня, и откуда она вылилась. Залил жидкий пол, через две недели постелил один слой линолеума тонким и плинтуса по всему периметру, которые я до сих пор не прибил, наверное, и никогда в жизни их не прибью. Я просто положил и все, прикрыл щели, хотя некоторые попадали. Также делал стол, шкаф, все по такому же чертежу, но немножко упрочнило, потому что старый стол у меня дрожал, когда я по нему стучал, сейчас он стал толще, и я под столом сделал больше ножек, и немножко, чуть-чуть дизайн поменял, а так все формы такие же. Дизайн этого стола я делал по своему дизайну. Дизайн шкафа также мой. Я не знаю, почему я выбрал именно такую форму, но я выбрал именно такую. Ну вот, например, вот здесь я не стал делать еще полку, потому что тут раньше у меня стояла штука, вот тут, где делается упор деревяшки и рубанком стачивается. Наверное, поэтому я и не сделал здесь полку, чтобы она не билась об мою голову. Дальше идет уже полка ниже, но тут шире стол, и она не мешает. Примерно как на кухне. Сделал я под 45 градусов, а не по 90, чтобы, например, не биться, когда я буду ходить. Ну, чтобы балкон не такой уж и большой, хотя считается он большой. Раньше у меня тут стоял точильный камень, но точильный камень не так главный, как тиски. Тиски на этом балконе, на мастерской, наверное, самое важное, что здесь нужно. У меня были маленькие тиски, где они лежащие, покажу. Вот они. Я их цеплял вот здесь вот, тут раньше не было вот этой штуки, и она цеплялась. Эти тиски, может быть, и клевые, но когда прикручишь большую деталь, они елозали вот так. Тут и губки уже не вплотную прижимаются. Короче, я когда мастерю, я мастерю неаккуратно. Может инструмент сломаться, что-то распилить не то. Также я утолщил фанеру. Как и говорил, стол стал прочнее. Тут 18 миллиметров, а было в два раза тоньше. Еще я под столом сделал больше ножек. И еще вот здесь сделал, вот. Раньше этого не было. Кстати, я забыл, да, после жидкого пола бетонного лежит вот такая ОСБ доска. В старой мастерской у меня инструменты висели, но они висели неаккуратно. И не было вот этой задней доски фанеры. Тут был какой-то брусок прикручен к полке. А уже на этот брусок висели инструменты. Теперь я сделаю более-менее аккуратно. Тут, кстати, тоже лежит плинтус, и я его не прикрутил. Как красивее. А, еще я добавил тут полку. Раньше не было. Ну, дверь я тут не стал делать, заморачиваться. В этом ящике тоже лежит какой-то всякий хлам. Веревка. Куча много болтов, которые собираются по жизни. Типа вот такие штучки берутся, не знаю откуда. Открывается коробка и вот сюда складывается. Кстати, вот этот вентилятор сделал ему друг еще очень много лет назад, когда он увлекался реактивными двигателями. Хотел сделать реактивный двигатель, но он вроде что-то сделал, но самолет не сделал. Блин, прикольно смотрится, да? Вручную сделано. Ну и вот такие тут какие-то всякие запчасти. Глазок и, короче, всякое разное. Шкаф с дверью. Там лежит всякие жидкие смеси, краски, масла, растворители и даже спички. Отвертки у меня хранятся вот этой страшной, опасной, колючей банки, которую мне лень переделать. Так, еще очень важный момент. Это корабль, который я начал делать, наверное, около шести лет назад, но так и не закончил. Обожаю делать корабли, но, блин, это очень долго и тяжело. Опять же, нужно расчерчивать, потому что я точно не знаю, как делать. Смотрю чертежи на разных книжках, учебниках. Одного определенного чертежа нету. Со всех мест по чуть-чуть беру. Вот каюта, босса. Мне друг предложил вот этот корабль повесить вот тут на потолок, как-нибудь под углом вот так, на тросик. И по нему пустить какие-то фонарики, лампочки. Я не знаю, типа как люстра будет такая. Но я еще думаю. Шлем супергероя царя Бериндея. Это моя старая наловочка от подушки, чтобы не пылилась. Это советский лобзик, который раньше был длиннее, но я люблю все мини, и я его укоротил. Да и мини как-то удобнее работать. Конечно, с большими деталями нет, но у меня есть для этого большой лобзик. А тут дуга большая и перевешивает вот так вот, как бы тяжелее держать. Я укоротил, да и прикольнее когда маленькие. Как и говорил, у меня часто ломаются инструменты. Видите, пилки тут нет, я ее недавно сломал. По совету друга купил новые распили. Упала. Потому что тема и стерлись. Блин, а вот эти новые так быстро хорошо точат. Я ж офигел. И напильник. Рулетка, ножовка, который пилил, спиннер. Все очень инструменты. У меня многие очень старые. Блин, что я сказал. Короче, инструментов у меня очень много, и они почти все старые. Вот этот мини лом я купил, просто купил его. Не знаю, потому что я говорю, все люблю мини. Щетка-сметка. Линейка 50 сантиметров. На магните. Резбонарезатели, которыми я почти никогда не пользовался. Кстати, при покупке я купил, я аж потом заметил, и то не сразу, что одного не было. То есть один я где-то вроде потерял, а другого не было. То есть еще в магазине его украли. А потом есть вот такой деревянный сундук, где хранится всякий хлам. Делал так же сам его. Из фанеры. Вот это тоже фанера. Двух или трехслойная. Вот так вот неаккуратно сделано. Что тут лежит? Резина из-под газели. Ну и резина протокладки можно делать какие-то разные. Ремень старый, из которого сделан чехол для ножа. Есть такая шкатулка, коробка, которую подарила мне бабушка, где раньше у нее лежали пуговицы, нитки, я не помню. Она была без петель, но я петли тоже прикрутил так же неаккуратно. Тут лежит тоже всякий разный хлам, который я не знаю вообще, непонятно что. Очень много тупых и поломанных сверлеров, потому что сколько бы я не мастерил, я не научился аккуратно сверлить. Ломаются, тупятся, а точить я их не умею. В коробочке отдельно мини сверла, миллиметра полтора и два видимо. Вот этот рубанок по-моему я нашел в заброшенных домах. У нас на районе раньше сносили пятиэтажные хрущевские дома, я с другом лазил и собирал кучу хлама. И вот такой супер древний, которому тоже около 15 лет. В этой коробке у меня лежит вазелин. В этой решетке у меня снова хлам, который я чаще всего применяю, я так понял. О, спиннер. Так вот тут у меня паяльник, штучка, столик для паяльника, краска гуашь. Я, кстати, нашел на заброшенном здании. Не знаю, пригодится покрасить что-то. Этот лобзик такой древний, тоже где-то около ему 16 лет, 15. Купил мне один строитель, который строил дачу или дом давно далеко на Украине. До сих пор работает, но тут потерялась вот такая штучка, чтобы держалась пила. То есть в эту сторону она не будет гибаться, а туда будет. В этом чемодане раньше был мини-гольф, который я раздолбал. Это дрель для мини каких-то деталей, судомоделизма. На сайте судомоделизма покупал. Рыболовные снасти, хоть я и не рыбак, это не мое. Штучки для кожи пробивать дырки. Так, вот тут в пакете лежит голова моя, мой муляж, когда изготавливал маску. Я решил еще оставить на всякий случай, может захочу сделать новую маску. Также у меня есть две наковальни. Эту мне кажется подарил один строитель, а эту я нашел снова на руинах, на заброшенных домах, пятиэтажных хрущевках. Еще у меня тут картина на фанере, который лет, наверное, как меня может больше. Ее можно круто будет сюда, наверное, повесить. Прямо подходит идеально, да? Или пусть тут стоит. И переходим на вторую половину балкона. Балкон вот с таким углом неудобным, где только и надо сделать полку. Что я и сделал, чтобы этот угол как-то заныкать, спрятать. Тут новая обновка. Поставил толстую фанеру, закрепил ее прочно, вот на саморезах. И к этим доскам, и к стене. Картонный дружи отдыхает. И сделал новую точилку из того же мотора. Новое крепление такое. Это дизайн друга. Кстати, это он делал, да не я. Новый камень. И он сделал съемный камень. Раньше у меня стоял приклеенный камень. Теперь можно тут открутить и снять, поставить новый. Вторая полка уже под хлам. Так, что у меня тут лежит? Это шиповник. Ягоды шиповника реально полезные ягоды. Вот тут у меня стоит самогонный аппарат, которым я дистиллировал воду. Но это очень долго, муторно и неудобно. Но тут такой хлам, который я очень редко применяю. Например, это я вообще не применяю, потому что я не строитель. Ну пусть лежит. А вот тут лежал мой дистиллятор. Я купил теперь вместо самогонного аппарата дистиллятор. Я пью только дистиллированную воду. Вот уже полгода. И вот я подхожу к тому моменту, почему не разлилась вода. Короче, по моей тупости. Вот сюда скапывает вода. Вот эту штучку. И она стояла у меня вот так вот. Вот так. И она капала сюда, вытекала на пол и туда-туда вытекала. Хотя перед тем, как ставить, я всегда внимательно смотрю, как будто реально какой-то полтергейст сдвинул ее. Поэтому надо еще более внимательно ставить, чтобы капала в эту емкость. А вот тут швейная машинка и санки для моего нового проекта, который я еще придумал зимой, но никак не могу сделать. Швейная машинка прикрыта тряпкой, потому что, чтобы она не запачкалась. Хотя это тоже есть тряпка. Швейная машинка досталась от соседей. Умер сосед и просто оставил как бы в наследство моей бабушке. Ну, нашей семье. Очень-очень давно. Ну, теперь она у меня, я ей пользуюсь. Покрышки оригинальные. Шипами. Но я купил без шипов, потому что, чтобы ездить быстрее. Типа, чем гладкая и тоньше, тем ездить быстрее. Ладно. Посох царя Бериндея. Как тут выглядит. Вот ОСБ, а вот там бетонный пол. Кстати, картонного дружи тут нет. Я отклеил фотографию. Аня есть. Ну ладно, отдыхай. Яшику также очень много лет. Аня есть. Аня есть. Аня есть.